Всем присутствующим абсолютно понятно, что речь сегодня пойдет о ситуации в большом спорте. В данном случае я не хотел бы говорить об идеологической составляющей. Это очень важно, особенно сейчас. Я просто хотел бы, как человек практичный, услышать ответ на главный вопрос. Мы сделали все для того, чтобы спортсменам можно было достойно выступать, подготовиться, создали условия. И это недешево обошлось нашему государству. Что в результате? Пожалуйста, министр спорта, доложите, куда пошли деньги, как вы ответили на заботу государства, что в результате получили? Ну, наверное, основываясь на главном критерии и итогах выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники совещания. Хочу отметить, что подготовка и участие наших спортсменов на различного рода соревнованиях в последние годы особенно проходили в условиях порой беспрецедентного давления на весь белорусский спорт. Национальный олимпийский комитет, спортивные организации, спортсменов, тренеров, чиновников от спорта, так как от различных международных организаций, фондов, союзов, так и конкретных стран, судей отдельных лиц. Сергей Михайлович, на любое действие есть такое же противодействие. Вы учили физику, наверное, среднюю школу заканчивали. Поэтому не надо говорить о том, на кого кто давит. Давят все и давят на всех. Это не причина. А спортсмены и военные на то и существуют. Как надавил, так и получил. Вот что вы получили от этого давления. Ну скажите, лыжные гонки. Кто вас так надавил, что вы практически не поехав туда со спортсменами, ни в одном виде не участвовали. Ну расскажите, кто вас так надавил. По лыжным гонкам я остановлюсь здесь подробно. Они же не поехали, даже две наши спортсменки, которые должны были ковид именно по лыжным гонкам. Мне не надо ваше объяснение по поводу того, кто туда поехал, кто не поехал. Я спрашиваю, кто надавил так, что мы не смогли принять участие в этих лыжных гонках. Я уже не говорю о медалях там и так далее. На Россию не меньше давили, особенно на лыжников. И результат? У них лучше, конечно, лыжные гонки. Лучше? Да, конечно. Вам и не снилось так. Вы никогда в жизни такого уровня не достигнете. Они завоевали больше всех медалей. Вот и вам давление. А вы? Ну мы, к сожалению, у нас база в лыжных гонках еще... Я вам задаю, Сергей Михайлович, этот вопрос потому, чтобы убедиться. Вы просто в реалиях мыслите или у вас какой-то штамп в голове. Вот на нас давили, еще что-то, поэтому мы ничего не сделали. Причем здесь давление? В реалиях. Давление это к лучшему. Когда давят, тогда ты выступаешь лучше. В реалиях. Но у нас на данном этапе пока нету спортсменов тех, которые способны бороться... Так при чем здесь давление? Ну, я по другим видам спорта. Давайте по существу от жизни. На играх в Беларусь представили 27 спортсменов в шести видах спорта. При этом самый молодой состав нашей национальной команды на этих Олимпийских играх. Потенциал, безусловно, наших спортсменов не реализован. Могли гораздо лучше. Две медали не тот результат, мы это понимаем. Минимум пять, максимум десять. Это то, на что мы должны были рассчитывать и какие себе ставить цели. У нас образовался долг перед страной и людьми за вот эти неудачные выступления на двух Олимпийских играх. В результате анализа итогов выступления мы разделили виды спорта на три группы. Первая – это те, кто не отобрался даже на Олимпийские игры. Вторая – виды спорта, которые выступили неудовлетворительные. Третья – которые в свою силу, условно, можно назвать. Но как это недосадно отмечать, сегодня спорт – это большая политика. Мир меняется очень быстро. Во таких условиях, недоброжелательности и откровенных спекуляций со стороны мира на всего мы совместно с нашими партнерами решаем вопрос проведения альтернативных международных спортивных мероприятий. Учитывая, что большинство стран-партнеров входят в состав СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, мы вместе с нашими российскими коллегами приступили к проработке вопросов привлечения для участия в этих спортивных мероприятиях таких стран, как Китай, Индия, Пакистан, Монголия и другие. Возможно, стоит пригласить такие дружественные нам страны Южной Америки. Возможно, и проведение игр стран БРИКС. Проведение таких мероприятий будет являться не только одним из значимых рычагов популяризации здорового образа жизни для наших граждан, но и позволит эффективно использовать и развивать имеющуюся спортивную инфраструктуру, в том числе и в регионах. Примером таких мероприятий станут вторые игры стран СНГ, которые пройдут в следующем году в нашей стране. Уже звучат предложения такие мероприятия проводить ежегодно. Спорт, к сожалению, не дает сразу результат. Это труд и терпение. Мы видим слабые места, Александр Александрович, и понимаем, как нужно выстраивать подготовку, где нужно еще доработать. Сегодня пересмотрены руководящие составы в некоторых федерациях. Ведется работа по переспределению попечительских советов. Многие федерации возглавили новые руководители, но не новые люди в спорте. Несены изменения и утвержден новый механизм согласования планов развития клубов и сметфедераций. По вашему поручению, все государственные финансовые потоки взяты под жесткий контроль. Совместная работа Центра в Олимпийской подготовке Федерации Министерства спорта НОКа носит системный характер. На всех уровнях и общими усилиями, стоящие перед отраслью, все задачи будут выполнены. Но ничего нового по сравнению с тем, что было до вас, да и у вас из года в год. Все знаете, все сделали, что не сделали, сделаете и будет выполнено. Вот последние ваши слова. Я помню все эти обещания. Как Басков говорит, мы второй год подряд в плей-офф вышли. На что я ему говорю, в следующем году вы опять выйдете в плей-офф. И скажете, мы третий год подряд в плей-офф вышли. Так мы миллионы туда вложили. Где движение? Где динамика положительная? Где прогресс? Вот что мне надо. Я как экономист понимаю так. Сегодня так было. Завтра движемся вперед. На прошлых Олимпийских играх у нас сколько медалей было? Три. На зимних прошлых Олимпийских играх три было. А в биатлоне две и одна во фристайле. Придом Рычевый, когда она выйдет. А это в Сочи? Это было пять? Сколько было? Там было шесть. Шесть. Шесть, три, две. Завтра будет ноль. Вот ваша тенденция. А вы мне тут рассказываете, что-то вы проанализировали, что-то сделали. Четыре года пройдет. Все таки останется. Что касается хоккея, ну, что тут говорить? Вы видите? Да, 44 ледовые площадки. Это позорище. Было три этих самых катка крытых. Сейчас их 44. Что изменилось? Вы стали вообще безобразно играть в хоккей. Чего не хватает? Все хватает. Мы вложили колоссальные деньги. И люди хотят видеть своих героев.